Дорога к Ямпольскому зоопарку пролегает через десятки сожженных россиянами домов. Уведенная на территории самого зоопарка шокирует. Повсюду разбросаны вещи оккупантов и останки животных. Зоозащитники подозревают, что некоторых питомцев солдаты российской армии убивали, чтобы съесть. Мы не знаем точно, что это было. Это была парнокопытная, но это была либо антилопа, либо лань. Ее здесь просто разобрали. Вот с нее видно, что с нее сняли шкуру, а ее, естественно, съели. Местное население говорит, что они даже убили кенгуру и попробовать на вкус ее хотели. Съели, не съели, мы не знаем этого всего. Но что они ради того убили кенгуру. И на территории лесхоза есть шкура снятая и рядом обглодана кость альпак. Альпаки здесь жили, они были очень ручные, вообще прекрасные животные. В одной из клеток зоозащитники нашли очередные останки, засыпанные известью. Они застрелили и съели, а известью засыпали просто, чтобы она не разлагалась и не было запаха. Они вот как засыпают трупы, они также взяли и засыпали голову. А в этом помещении жили российские военнослужащие, когда Ямполь был под оккупацией. Вот посмотрите, что после себя оставили. До полномасштабного вторжения армии РФ в контактном зоопарке в Ямполе, который находился в частной собственности, жили более 50 питомцев самых разных видов. Волки, медведи, еноты, дикобраз, нутрии. И более крупные – копытные – ламы, олени и кони. Отдохнуть сюда приезжали семьи с детьми. Животные были очень ручными и любили людей. Зоозащитники убеждены – животных можно было спасти. Ведь поселок, где располагался зоопарк, оккупировали только в конце апреля. Почему вывезли оборудование оттуда на 15 миллионов гривен, и об этом они во всеуслышание сказали. Это не скрытая информация, это есть в средствах массовой информации. Но почему при этом не вывезли животных, почему оборудование оказалось ценнее, чем их жизнь, мне непонятно. В оккупации Ямполь пробыл пять месяцев. Ухаживать за питомцами было некому. Многие погибли прямо в клетках, которые все это время были закрыты. Это мы открыли эти клетки. Когда мы пришли, то клетки были закрыты. И они так же. Эти животные умерли от голода. Их же никто не кормил. Орки ведь все съедали, и я не думаю, что они дали бы им погибнуть. Я думаю, что они умерли на том этапе, когда сюда заходили россияне. Потому что те съедали все подряд. Они бы не оставили их. Был какой-то промежуток времени, животных оставили закрытыми. Потом, я не знаю стопроцентно, но думаю, тут была серая зона. Сюда пока дошли орки, то уже часть животных умерла. Небольшая часть животных сбежала в лес. Местные жители шутят, что раньше они ходили в зоопарк посмотреть на экзотических зверей, а потом все стало наоборот. Когда начали сильные обстрелы, разбежали страусы, у нас по огородам бегали. Здесь буйвол или бизон, что-то такое. Зубр, зубр, зубр ходил по огородам, за ним олень. Они дружили вдвоем. Олень такой рогатый, красивый. Ну, зубр, когда пройдет по огороду, по коленам застреет. Жалко, конечно. Экзотическое животное, в красной книге записано. Совсем недавно на территории Ямпольского зоопарка вернулись две одичавшие и очень худые лошади. Погладить себя они не дают. Сразу пытаются укусить. А ямпольцы поймали для волонтеров нутрию. Всех уцелевших животных команда зоозащитников забрала на лечение и реабилитацию в Днепропетровскую область. Это новое место жительства спасенных животных. Их знакомые на время предоставили зоозащитникам свой участок в Днепропетровской области. На берегу реки ямпольских питомцев откармливают и ухаживают за ними. Те свободно гуляют по территории и проходят реабилитацию после пережитого. Всего вывезли около двух десятков зверей. Мы ездили несколько раз, то есть мы вывозили животных за несколько заходов. В первый день мы сумели вывезти только ослика, и там еще на территории котик был. Начался обстрел очень сильный, и мы не стали рисковать, потому что машина наша, у нас две машины, они привлекали внимание. То есть, видимо, нас выследили. И не стали ни себя, ни животных обрекать на опасность. Вывезли только одно животное, ну, ослика. Потом мы приехали еще несколько раз, но мы заезжали еще неоднократно. Вывезли в общей сложности четыре ослика, одну ламу, козлика, потом еще травмированную осколками козлу. Кто еще у нас? У нас восемь свинок, то есть две взрослые мамы и шесть малышей. Козел Мефодий, своеобразный заход Ямпольского зоопарка. Животное очень контактное. Волонтеры вывезли его и говорят, что он очень любопытный. Всех обсловывают, гладят, заходят в дом, смотрят, что там происходит. Сейчас у животных вольный выгул и к ним могут приходить все желающие. Питомцев даже можно покормить. Мы этой единицей не чудом выжили. Мы не хотим, мы вообще исключаем слово зоопарк от слова совсем. То есть это не будет зоопарк. Эти животные, наконец-то, мы сделаем все, чтобы они наконец-то обрели какой-то такой вот покой и просто жили, наслаждались какой-то жизнью, которая там у них осталась. Мы хотим, чтобы сюда приходили люди. Эти животные, они контактные, они очень добрые. И им даже больше нужен человек, чем других собрать. И вот они собрались в одну стаю, вот у них уже одна компания, они все дружат между собой. Они не хотят контактировать с другими животными, они дружат, но они очень хотят дружить с людьми. Новую территорию уже начали обустраивать. Проводят электричество, воду строят конюшни. В планах сделать вольеры с выгулом для свиней, нутри и собак. Сейчас команда зоозащитников ищет источники финансирования и обращается ко всем неравнодушным за помощью. Ведь в будущем на этой базе хотят создать центр реабилитации животных, пострадавших от войны, и ветеринарную клинику. А со временем в планах и центр реабилитации с помощью животных, но уже для людей.